добро пожаловать в очередной понедельник и непонятный день но для меня идет восьмой день без выходных вот это здорово и прекрасно а так что у нас за событие века забрали колеса от harley это хорошо а забрали и к стиху это хорошо и у нас теперь мтехо вот с мтехо я сегодня это ложку сделал вот там висят остатки того что надо поставить вместо стеркок колодок завтра дженерал мото должны все это дело привести уже это будет прекрасно вот носок с технической вставляющей по мтех я сделал даже что-то там поснимал хрен быть вот основной задачей сейчас стоит изобрести на нее крепление для кофра тут как бы конструкция такова мотоцикла что чтобы сделать крепление тебе надо сделать крепление поэтому вот гнул там подгонял такие вот пластинки разнообразные которые здесь через пластик будут проходить и пластик здесь пришлось бурить по другому эти пластины никак не вывести и на 14-15 год первые года выписка вообще это крепление под кофр купить практически невозможно точнее возможно они не подходят кому удавалось купить те которые подходят на иностранных сайтах пишут они от лампу типа жесткость маленькая вот и короче говоря это целое приключение на мтех он как оказалось вот это вот крепление вот еще возможно возможно здесь надо будет изобрести дугу для установки навигатора это пока еще не точно но возможно надо будет сделать принципе это не столь большая проблема и все это возможно реализовать вот у нас четыре точки крепления для основные одна роскошная там телефон не столь тяжелый чтобы там что-то отклонилась вот файлер стоит карбюраторы я убрал под почистил и убрал глаз подальше потому что три дня жужжание ультразвуком и три дня перебирания этих карбюраторов в руках меня добили и я не очень хочу их делать на самом деле это отчасти но есть еще и более такая вещь сейчас первоочередно надо заниматься не карбюраторами а сварить вот эти вот конструкции почему чтобы отдать их покраску урал и пока они в покраске вот и от меня это не зависит и время тратится не моё соответственно спокойнейшим образом заниматься с карбюраторами то есть надо представлять приоритет а далее у нас чем там колеса от какого-то мопеда рейсер ригеус не знаю короче что-то китайское передние там стоит стандартно помятая задняя нормальная но в чем прикол стандартная китайская история ничего нового спицы крутится руками но соответственно ничего не затянуто все это был ты хала стряслось ничего нового интересного чем там сколько час двадцать с ними посидел покрутил по сути собрала и заново и и усть он вот черешку рассказать да больше ничего наверно рассказывать нечего завтра будем варить надеюсь что ты из этого да получится благо площадку которую мне привезли подошел это хорошо кофру того громаде на секстике будет это тоже хорошо наверное но этого не понимаю что у нас дальше по планам не знаю собственно но пока что еще это надо сделать очень надеюсь что вскоре придет бак новые и по моему у нас там следующие в очереди тэл эхо там не помню там по замену сцепление чуть не очень интересное и по моему следующий мне идет шадовка 400 а ну еще ждем когда немцов выйдет из состояния болезнетворного отправит сделано уже ступицу я смогу собрать тв вот тут тоже такое у меня стоит три мотоцикла но с фазе ну ладно хоть все понятно вот эти вот два типа один будет в покраске стоять даже если сделано один все сделаны стоит без колеса и соответственно еще когда у нас придет вся эта трихомандия со ступицей там же и коленвал на твху и соответственно я смогу еще и собрать наверное получается мотор на твху начать нас половине с половиной картеры надену поршневой это сто процентов вот ну как бы почему нет если да тем более там все помыто готовы то есть вопрос одного дня по идее но это так мои далеко идущие смелые планы как там будет в реальности я не знаю в общем на этом все и лучше бы я делал карбюратора чем тоже сейчас во первых у меня опять сушит горло как тогда когда я заболел но я надеюсь что я просто вчера его сжег в процессе когда мне это прогревалась а чё-то проветривалось не очень но я был чем-то сильно увлечен а может быть и заболевая повторно вот моя фраза про то что итальяна равно говняна она живет до сих пор смотреть какая история в общем делаю площадку укрепление по площадку под кофр видим в наличии 6 отверстий до пакетик был запечатан но и таких совпадений не бывает вот у нас раз два три 4 5 6 6 заглушек 4 комплекта шайб 4 гайки 4 винта 2 у нас площадке соответственно ну как хочешь так и делайте по 2 винта найди где-нибудь сам как бы нам это все ли ну такая история целом все как обычно что еще ну значит сегодня или вчера у нет сегодня да вот эту вот конструкцию у нас сделано и под этой конструкции вот такая конструкция которая выгнута и подогнана конкретно под эту площадку и сделано именно так чтобы все это было внутри нигде ничего не торчало держалась на 6 винтах и было максимально аккуратно сделано я так не планировал но она получилась даже ровная вот это вот создание платформы и трубы что касательно боковых креплений но тут что называется как бы кваскал потому что ну и я не робот и не станок чтобы из там 15 сантиметровой пластины выгнуть все так чтобы вот оно было ровно я учитываю что есть все это является крепление для крепления наверное это и не сильно удивительно то есть это идет заднее крепление прям хорошо вот эти боковые но они абсолютно асимметрично вот но мы вся эта конструкция не доделано тут явно прочь косынки соответственно вот судой и вот судой но тут вариантов нет иначе это отломится давно это где-нибудь отломится на самом деле что какую кабалуху туда далее сделал сегодня пошла нахер короче вот тут вот крепление у нас имеют уже сделанные заготовки в общем здесь как-то надо родить угу чтобы вот как-то вот так не мешающий ключу прописался навигатор потому что без него с топографическим кретинизмом жить не получается как оказалось вот такая история складывается очень хочется верить голос садится с горлом дурацким вот очень хочется верить что завтра у меня хватит сил да сука даже говорить могу вот хватит у меня сил чтобы доделать всю сварку здесь я на какой-то период забыть о ее существовании чисто теоретически завтра обещают отправить ступицу вот также у нас наличие дженерал мото привез колодки вот ну и собственно есть большая надежда что завтра я доделаю весь хлам на интерху отдаю его в покраску ставлю новые колодки и все это ожидает покраску точнее я ожидаю все эти вещи покраски очень хочется верить что за это время я как раз позанимаюсь с карбами от фазера и моя голубая мечта чтобы например пятницу приехала ступица и пятницу собрать колесо вот ну и плюс надежды что на этой неделе на вэр красить запчасти ну там как бы вопрос поставить нескольких минут ну хотя нет подольше потому что винты все смажу там все это красиво было это да и так так вот но задача номер один у нас заключается сейчас здесь а ну плюс если придет там например что у нас есть мотор ну короче задача на самом деле вот эти вот два ведра поскорее сделать и сплавить их отсюда фазер также на подходе а дальше посмотрим что мы будем делать там по ходу песен сначала доделать что есть а загадывать на период какой себя тут немножко посижу погрущу потому что опять какое-то малость непонятными состояния несмотря на то что возможно выгляжу я бодро возможно и нет вот короче сейчас среда и в среду я обычно заканчиваю 9 но сейчас 5 не закончил и буду сейчас выдвигаться в сторону дома короче что сегодня сделано для начала сделал генеральную уборку после всех таких сварочных пилильных работ бесконечно но генеральный это значит выдвигаем все тумбочки полы подуваем два раза чистим щеткой два раза еще раз убиваем обдуваем потолки и все 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 вот это чтобы было хоть как-то а и поприятнее находиться вот как видим у меня периодически заклинивает голос и наступают приступы кашки потому что наблюдается второй день какая-то непонятная обложенность горло и голоса хватает на несколько минут после того как попьешь горячего чайка вот но тем не менее я мог конечно сегодня заниматься с файзером все у нас среда да но что-то собирать файзера в таком состоянии но не сильно припекает лучше завтра сейчас поеду пораньше там побежу по умираю и завтра надеюсь приеду буду собирать корбы от файлера из хороших новостей у нас во-первых чистота во вторых из хороших новостей сегодня из тула отправлена ступица и прочая хрень нам этого и как же в понедельник часть теоретически должны привести тв то есть все идет оказалось по плану вот надо опять камеру на зарядку кинуть и получается что ну получается что в пустую мы не сидим и сейчас мы поедем в руал вот потому что надо покрасить детали от мтх я я все это доделал и у меня там как раз детали в этот же цвет будут красить их вроде еще не успели покрасить на и получится все за один заход это ну гораздо быстрее все пойдет поедет это невероятно хорошо вот перекатил уже фазер сборочной линии скажем так чё 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 так нам надо показывать речь какая-то сбитая это сам понимаю прекрасно но тем не менее в общем доделал крепление вот кофр но крепление понятно как я и говорил вот здесь косынка вот здесь косынка с противоположной стороны все тоже также даже получилось какие-никакие но достаточно красивые швы сделать после покраски будет вообще хорошо но все это так ужасно потому что кофр выглядит больше чем весь мотоцикл мне кажется кофр шире дух даже мопед немножко не для этого но тем не менее как видим для этого помимо всего прочего у этого мотоцикла в жизни присутствуют безумные длинники пределах мкад вот поэтому попросили сделать крепление для навигатора она стояла на руле но по словам владелица но там ей не видно приборку ей не видно пульт и не знаю правда зачем их видеть обычно ты смотришь на них один раз когда купил мотоцикл а потом то забываешь и существовать ну и в общем все у нас теперь комплектация мт-07 дакар вот такая вот сделана хреновина рамка на четыре точки крепится то есть все это в металл вернутый по полу можно было бы сделать ниже но почему нельзя потому что ямаха пошла по какому-то невероятному пути и вот ключ у нее теперь вот здесь соответственно чтобы повернуть замок зажигания где она должна пролезть рука и быть какое-то расстояние вот соответственно приходится исходя из этого изощряться колодки я поменял зарядочка подпитка вот и сейчас надо вон там из фары выдрать хреновину от лампочки там что-то отвалилось не знаю правда что это вообще но это надо убрать вот и после этого все это снимаем и доедем дурала как я и сказал ну и надеюсь никто ничего не заболеет дальше а еще наконец-то сварочную маску взял потому что надо ее наконец-то помыть потому что в нее уже кроме остаточного дыма ничего совершенно не видно и это наверное не сказать что хорошо вот ну и чё на этом наверное есть смысл завершить этот никому не интересный монолог и отправиться в руал и очень хочется надеяться что следующая частичка блога выйдет завтра они когда-то через много много дней очень бы не хотелось этого потому что надо работать а не сидеть дома и болеть как бы не припекает вот сегодня у нас четверг и у меня гундос и нос все потому что все таки я болею как то очень странно но болею тем не менее вот поэтому сегодня у меня я знал что она вот началась я прервемся и так окашлявшись и по ощущениям выплюнув сейчас мозга мы возвращаемся короче я сегодня знал что работа у меня не так много вот потому что часть теоретически ты веха приедет понедельник а шардовка приедет завтра сегодня четверг напоминаю да и у меня принципе было время сегодня не время работа только заниматься фазером ну и героически приехав на место выгрузим вещи решил что надо пару часов поспать вот собственно какой план и был осуществлен то что все вроде как поганенько чувствовал но потом вроде ничего традиционно нет температуры просто закладывает нос и закладывают так что чуть ли не до рвота потом вот поэтому говорить немножко тяжеловато так а ну и вот приехала короче сюда часов и начал собирать монотонно как раз подостроение карбюратора на фазер ну и собственно с успехом собрал завтра опять же шадовка должна приехать только к вечеру поэтому у нас есть время на то чтобы совершенно спокойно и непринужденно завтра установить карбюратора сделать уровень бренд ринь-дринь убедиться что все работает я нигде не ошибся и со спокойнейшей душой до собрать фазера и получается что у нас от того что мы здесь имеем все у нас недоделки значит на фазер мы завтра ставим карбюратора а вот также мтх у нас стоит в ожидании с покраски деталей очень хочется верить что завтра они будут в также почему не отгоняю другой гараж наш нет подрамника и хочется его поставить он тоже покраски на тв ху ступица отправлена но дата прибытия стоит завтра но как всегда сбег не равно точность вот и я ну как бы чисто теоретически так вот теоретически завтра у нас есть ну предварительно план это как будто бы покраситься детали на мтху но я уверен покраситься новые что покраситься но я уверен что не покраситься что придет колесо на я уверен что не придет ну вот с фазером хотя бы хоть какая-то стабильность наблюдается с ним проблем не должно возникнуть я думаю плюс два заказа во все инструментах один прибыл 2 прибудет в субботу но наверное по такой логике заберу я это все понедельник я думаю вот там мелкая расходка и наконец-то я пришел купить промышленный пылесос нездоровый не огромная тип какой небольшой потому что вот это вот после токарки убирать все компрессором к все разлетается в разные стороны в большом количестве мне надоело поэтому решено что надо делать этот удивительный шаг и приобрести вот еще есть наметки но если бы я не болел было бы все проще короче наметки на снегоход да вот есть у меня желание в принципе возможности к покупке снега двигательной техники вот ну и по этой причине надо быстро выздоравливать и сейчас не засиживаться ехать домой ускоренно лечиться но там как будет так и будет жил будем не помрем а помрем земли хватит ну на этом на четверг у нас все началась пятница еле доехал даже сопли замучили короче дом сейчас на фазер как карбы поставлю и как пошел он на потому что смотрите это денег не жалел на китайские патрубки блять вот такие вот у нас штуцера классные туда им сюда им туда им сюда им блять конечно никакого подсоса воздуха не будет все классно блять ай ладно короче купил наконец-то эту приблуду пусть будет машину пылесосную машину пылесосит промышленные так ну строительный пылесос все лучше чем компрессором пытаться эту стружку все там убрать ну понятно что все это в паре будет убираться но с пылесосом намного лучше вот купил немножко приблуд для дремеля и два вот таких вот ключа очень странных один очень длинный другой очень гнутый все это нужно для бластера потому что к такими ключами на бластере возможно натягивать цепь там очень такой конструктивно изощренно все сделано поэтому приходится два таких ключа почти за 2 рубля покупать но по-другому это более мучение а так для дремеля он купил всяких насадочек покупил фрез побольше дабы все это было вот пусть будет и пусть работает ночью сейчас буду снимать патрубки и всех по переклеивать естественно рвал нихуя не покрасил ой блять не успели там туда-сюда сдэк естественно не пришел на фазере для тебя по пизде ну естественно все по пизде и вот куда-то вот в это пространство мне еще сегодня надо один мотоцикл поставить просто потрясающе блять классная пятница но посмотрим что дальше будет ладно короче из косяков это у нас только сдэк сегодня это сейчас уже пришло сообщение после закрытия то ой а вот вот груз то ваш прибыл такой ну да классно конечно здорово но по итогу как видим у нас на место встал вот этот вот прекрасный ужасный кофор а это значит лишь то что получается я съездил в руал и все набрал с покраски и как видим все это чудесным образом установилась соответственно и багажник и крепление под навигатор также собран фазер тоже полностью готов типа до свидания идите далеко и без хлеба вот покрасил крепление поворотников и поставил задние крепления от эти вот ну просто пока что поставил пусть стоят ну поэтому багажнику я уже говорил всю ситуацию когда бак придет тогда будет видно что с этим дальше делать и как с этим жить а сейчас сейчас надо дойти до машины вот и я же покрасил подранник что-то еще а и дуги короче в чем суть заключается в том что я выбрал не типичный цвет но этот цвет блин все здорово короче чем суть он очень сильно похож на тот свет который на honda бенли но при этом он уродительно отличается короче надо все это порвать нормальные люди короче кто прикол цвета он вроде кажется сером но на самом деле это металлик и в этом магия вообще этого цвета и почему он мне принципе зашел а самое главное его количестве до хрена вот короче вот такой цвет а то есть вот смотрите оттенок родного подрамника то есть это чистое с ребро а этот он как бы больше серый и выглядит намного круче то есть это вроде как есть и отблеск серебра вот видите смотрите вот тут прям контраст виден но при этом это не серебро а это серый и с таким вот небольшим перламутром то есть цвет это у нас 90 20 его маркировка и мне он прям но охренеть как зашел мне очень нравится как он выглядит и вот бенли ведь будет краситься именно в такой же цвет потому что ну для меня что-то круче ничего не придумалось пока что мне прям охренеть как это все нравится вот осенью он сыпется как раз сейчас пылесос включу уберу все это пылесосом коль он есть собственно сейчас мы ожидаем хонда шадов и наверное надо сейчас или чуть попозже убрать отсюда нтх к чертям сейчас решим подумаем как это сделать лучше потому что и в р тоже надо хорошего убирать наверное она данном этапе сейчас местами просто махну поменяю вот а потом уже оба их отгоню потому что до приедет шадовка и шадовку надо будет ставить а интегу заберут дай бог в четверг значит стандартная история вот это да 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 нам надо всем быстрее но забирать мы будем сами не последний в общем классика ничего нового хорошо сопли вот в чем-то такие у нас грандиозные планы и пойдем к мы их осуществлять еще включение будет начался с фазером мы окончательно закончили слэр мы также закончили то есть я все собрал то что был на очередной там сборки то есть сейчас камера прям садится совсем в общем дуги у нас на месте защиты картера на месте подрамник на месте но и весь там пластик все собрано то есть это рада да бери доехай но никуда мы не поедем потому что будем ожидать второй бак все это варить или там куда и сады там вот эти вот дела делать вот и собственно будем двигаться постепенно в этом ключе еще у нас новаях есть уже почти готовая графика не помню говорила и нет возможно говорю но у меня уже башка не варит вот и короче скоро будем по графике работать в принципе нас по сварке все закончилось все эти детали уже не сильно то и нужны можно будет разбирать и заниматься оклейкой в эрке дизин будет конечно такой специфический на любителя но в любом случае на этом мотоцикле ездить мне не кому-то поэтому меня это все будет устраивать но на этом эту рабочую неделю ужасную на самом деле заканчивая все больше сил нету не хочу ничего говорить До свидания.